Вот как раз тема цены нашей общения, потому что мы с разных сторон подходя, мы можем действительно к системному подходу подойти, к серьезному, комплексному, системному подходу по улучшению действительно качества и продолжительности жизни человека, объективно. Причем это знание основано, вернее, вот уже в самом моей констатации, так сказать, фразы, да, я сказал, уже ответил на вопрос. То есть это не какие-то верования или гипотезы, а это именно те знания, которые, так сказать, мы можем объяснить с точки зрения биологии и биохимии, с точки зрения подтвердить практики, потому что люди на себе уже, так сказать, это тысячи людей попробовали, а практика критерий истины. Вы знаете, мне очень понравилось с вами работать, потому что все, что вы говорите, я этого не знаю, сто процентов, да, то, что я говорю, вы, возможно, знаете, а то, что вы говорите, я точно не знаю, поэтому для меня всегда приятно и почетно с вами работать, потому что, по сути дела, большая часть вашей жизни ушла именно на изучение этого. То есть моя жизнь ушла на лечение болезней, и сейчас я хочу наверстать, я хочу вот эту единственную технологию здоровья, которая позволит людям не болеть, во всяком случае дольше не болеть. Нам все-таки надо это сделать. Давайте с вами этот цикл лекций продолжим, потому что мне самой интересно. Я представляю, как интересно будет нашим слушателям, потому что, когда два разных человека, биолог, который занимается природой, и врач, который занимается, но, по сути дела, уже больными, глубоко больными людьми, найдут между собой консенсус, вот это и будет та территория, на которой мы можем создать технологию здоровья. Потому что технология здоровья – это только технология питания, движения, очищения и защиты, и ничего больше. Конечно, как говорил Гиппократ, что пища и есть лекарство, а лекарство – пища. Но если мы люди, вот что бы мы не учли в своей жизни, какие бы мы самые лучшие препараты не придумали и не потребляли бы, но если мы повернемся к природе не лицом, а, извините, другим местом, то мы обязательно получим от нее пинок. И лучше нам не будет, а только хуже. Какая бы гордыня нас не обуяла, главное, чтобы обуяла нас здравомыслие. И вот тогда мы бы, вопреки своим желаниям, амбициям и так далее, лучше бы за разум взялись. И без питания, без понимания, как это влияет, ведь это то, что каждый день сотнями грамм, а кто-то килограммами себя что-то впихивает, это все должно разлагаться до молекул, до атомов. Это должно все быть усвоено, а это не бывает все, тем более, если мы пищу видоизменим, тем более, если мы сделаем ее еще канцерогенной и так далее. И тогда мы теряем свой колоссальный ресурс, который дам нам природы на огромное количество лет, и мы десятилетия жизни у себя крадем, пока мы не поймем, что питание – это основа основ. И только питание. Все есть питание, да. То есть и питание мы должны от природы. Я с вами абсолютно согласна, еще землю нам надо сохранить. Землю нам надо сохранить, потому что природа, она не бесконечна и не безгранична. Она регенерируемая, так как наш организм, но мы должны включать мозги уже реально, времени уже не очень много осталось. Уже не много осталось, и вода действительно уходит, и качество воды. И вот мы просто действительно люди, и вот надо приходить к тому, о чем говорил еще давно Вернадский. То есть вот это создание действительно ноусферы, как сферы, объединяющие вот эту биосферу, то есть природную, так сказать, экосистему, да, в целом, планеты, Земля глобально, и техносферу, чтобы наша человеком созданная техносфера не убивала, не губила бы, а жила бы в гармонии, используя те возможности, которые дает природа, для того, чтобы человеку было легче и сподручнее жить, используя, так сказать, технический прогресс. Но только ни в коем случае, чтобы этот прогресс технически не уничтожал природу. Вот о чем как раз мы говорим. Согласна, абсолютно с вами согласна. Я рада, что мы с вами на одной волне. Да, да, и это возможно, главное. Я, например, это абсолютно знаю, как это можно сделать во всех сферах, потому что я, ну и во многих технических сферах тоже идут, так сказать, изучения и так далее. У меня же вот я и хозяйство вот в Пушкинских горах как бы создал, на базе которых хочу как раз обучать людей вот этому природному видению, природному построению жизни, скажем так. Миссия у вас такая, Юрий Андреевич, миссия у вас такая, вы с ней пришли. Я так это ощущаю, действительно. Я абсолютно это знаю, я даже не ощущаю, я это просто знаю, потому что столько, сколько вам дано во всех областях, это абсолютно миссия, это миссия, это просто сохранить природу, сохранить человека в природе и сохранить мозги наши. Да, и знаете, более того, как одной из составляющих, вот то, о чем мы сейчас говорим, что сохранить это и действительно сделать человека высокодуховным существом, творцом и так далее, я вижу в обязательном порядке человек не может быть без природы, а с природой исковерканной, искалеченной тоже здоровым человек быть не может. И поэтому в нашей, скажем, среде, в нашем мире, где уничтожены практически леса, первобытные широколиственные леса, это невозможно в полной мере говорить о здоровье. Поэтому главная задача, одной из главных, я вижу, я буду этим заниматься, восстановлением, и на примере нескольких сотен гектар я покажу, то есть это моя как бы глобальная задача, какой можно воссоздать тот уникальный мир древних, вечно меняющихся, вечно, в отличие от хвойных лесов, широколиственные леса, только не путать со смежными, они существуют вечно, самообновляющаяся вечная система, где вершина... Как человек, саморегенерация, саморегенерация. Абсолютная, да, где на вершине стоят дубы, грабы, вязы, буки, и когда-то у нас до ледников были и секвой, и метасеквой, и гингобелоба, и прочее, и хурма, которая, например, вергинская, которая минус 40-50 градусов выдерживает температуру, хурма растет и дает плоды, и все это было в лесах, и вот это все надо возвращать. Тогда человек, просто поняв, как все это работает, прочувствовав, он изменится однозначно, это я точно знаю. Поэтому вот эта задача, создать такой образец, я хочу вот это вот как моя глобальная задача, которую мы сейчас будем в Сковской области воплощать. Я вас очень сильно понимаю, потому что я совершенно недавно наткнулась на такие статьи, как живут растения, как они думают, как они мыслят, как они с нами общаются, какие у них свадьбы, песни, пляски, какая у них борьба за жизнь. То есть это увлекательнейшая история, которую мы вообще, я думаю, вы это знаете, но 95% людей на Земле даже не думали, как больно растениям, когда мы, так сказать, неправильно к ним относимся. Это очень серьезная и глобальная тема, вы знаете, даже более того, наши предки, вот когда приезжал к нам, к России, ну, к нам в экопоселение, вот туда в Ржевский район, Сеп Хольстер, известнейший австрийский, такой вот, ну, назовем экофермер, аграрий, да, революционер в этом плане, можно сказать, он не то, что революционер, он всего лишь возрождает то, что было когда-то потеряно, и вот такие люди, как он. То есть я обнаружил очень интересные вещи, несмотря на то, что он там, ну, немец, там, австриец, ладно, неважно по происхождению, этот человек с детства, вот я видя, знаете, что он рассказывал о себе, я видел то же самое, про себя вспоминал. Вот один в один, как мы тритонов ловили там, и он, и я, так сказать, ну, вот все один в один там, как мы изучали природу, вот именно изначально, конечно, без всяких книг, и, может быть, это как раз хорошо, мы шаблонов не нахватались, что чего-то невозможно, да, это очень я тоже, вот с детства, что очень важно, пока человек не сломлен, пока в него не забиты какие-то вот догматы, стереотипы, которые потом очень трудно в жизни переломить, скажем, или переосмыслить бытие. Так вот, и он, вы знаете, что он говорил о дереве? Он то же самое, что я, конечно, знал, какие были ритуалы, когда, вот, например, спиливали, готовили дерево, в какие дни, даже часы, даже минуты определенные свойства, так сказать, там потом уже древесины, и они меняются. Это как с водой, когда вот в то самое крещение, хотя до крещения это был другой славянский праздник, который был основан на знаниях законы природы, что меняется, да, в мире и в космосе, что называется, а планета, естественно, связана, не изолирована, она связана с космосом, и все эти свойства, силы, знания, это и называлось то, что мы называли знанием о законах природы, и вот наши предки славяне, и все другие народы когда-то очень хорошо это знали, понимали и чувствовали. Мы потеряли эти способности, знания, и только единицы людей, их пока эти знания еще охраняют, сохраняют и удерживают. А это очень важно, потому что без этих знаний вообще мы не можем говорить о том, что мы какую-то гармонию можем достичь, потому что это будет противоестественно. Да. Вот. Я очень рада, что мы с вами снова вместе в эфире, я очень рада, что мы с вами работаем, я очень рада, что мы на одной волне, и что мы уважаем то, чем занимается каждый из нас. Я хочу, чтобы биологически активные добавки заняли полноценное место, потому что это очень щадящая история эксплуатации природы. Если человек съедает там две таблетки хлореллы и получает суточную дозу всего, что необходимо, вместо там килограмма мяса, конечно, это надо делать. И я готова с вами за эту тему стоять, и продвигать, и за экологию, и обязательно за разум. Более того, Ольга Алексеевна, некоторые люди, это очень важно здесь уместно, я считаю сказать, и совершенно по праву, с какой-то точки зрения, если посмотреть, скептически смотрят вообще на аббревиатуры БАД, биологический активный добавок. Потому что, конечно, особенно в 90-е годы, наш человек, особенно русский человек, он доверяет. И вот многие мерзавцы на этом доверии сыграли. Не зазорно, когда человек зарабатывает, делая хорошее дело людям. Плохо, когда он зарабатывает, не делая ничего, либо делая плохое. И вот, к сожалению, эти долгие годы, даже уже лет 20, да, как минимум, многие люди обожглись на мошенниках, махинаторах. И вот это опасно. Но я хочу к нашим изделителям обратиться, поэтому и нужно проявлять здравомыслие и понимать не только, что верить, вот что я говорю или Ольга Алексеевна, думать то, о чем мы говорим, анализировать это, изучать. Все же очень просто. В природе вообще нет ничего сложного. Почитайте, посмотрите какие-то вводные лекции. Подумайте саму, вот как бы, так сказать, логику изложения, и потом проверьте это. Очень просто все, это основа основ. Я процитирую одну последнюю вещь, просто это настолько тема меня, я вижу результат, она меня настолько вдохновляет. Дело в том, что, знаете, мало кто об этом говорит, и вам я тоже хочу сказать, подумайте об этом очень серьезно. Мало кто понимает, это из врачей даже, что сейчас одна из самых больших проблем недополучения питательных компонентов питания, и как следствие очень многих проблем, это дефицит, тотальный дефицит микро- и макроэлементов. Причем хилатный, органический, вот этот ионный формат. Вот, 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 вот чем мы занимаемся-то, да? Потому что, потому что почвы уже давно... Истощены. Конечно, из них уже давно... Макроэлемент какие-нибудь там, фосфор насыпать, азот, это пожалуйста. А где взять тот же кремний, литий, селен? Так вот, и вот как раз эта проблема колоссальна. Я еще ее, ну, долгая история, сейчас не буду говорить, чем давно изучаю, и порой те самые почвы, на которых еще даже 10-20 лет назад было, например, энное содержание того же селена, сейчас в 3, в 5, в 10 раз меньше. И вот это, я знаю выход из этого положения. Я в своих лекциях, кстати, по органическому земледелию рассказываю, как эту проблему решить в малых масштабах, ну, в 6 соток, и как эту проблему решить в масштабах страны. Есть, это возможно, быстро. Я бы решил ее за 2-3 года, эту проблему в масштабах страны. Мас бы министром сельского хозяйства сделать, ну, ей-богу. Да, да, и это вот объективно, я просто знаю. Вот, и вот не поняв это, очень многие вопросы можно решать, так сказать, даже препаратами, но не решим никогда комплекс.